Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы будем готовиться к диктанту, который будет за четвертую четверть. Диктант называется «Весна на окне». Послушайте весь текст диктанта. На улице холодно, Идет весь день колючий снег, А у нас на окне целый сад. На ветках тополя и березки Распустились сережки, На ветках липы показались зеленые листочки, С окна повеяло весною, На вишневых ветках уже есть цветочки. В этом тексте 38 слов. Запишем слово «диктант». Диктант называется «Весна на окне». Первое предложение будем записывать с большой буквы и с красной строки. На улице холодно, записываем. На улице холодно, проверяем. Второе предложение. Идет весь день колючий снег. Идет весь день колючий. Проверочное слово «колица». Колючий снег. Проверочное слово «снега». Идет весь день колючий снег. Следующее предложение. А у нас на окне целый сад. А у нас на окне окна проверочное слово. На окне целый сад. Проверочное слово «сады». А у нас на окне целый сад. На ветках тополя и березки распустились сережки. Записываем. На ветках тополя и березки. Распустились сережки. Распустились сережки. Распустились сережки. На ветках тополя и березки распустились сережки. На ветках липы показались зеленые листочки. На ветках липы показались зеленые листочки. С окна повеяло весною. С окна повеяло весною. Проверяем. С окна повеяло весною. Следующее предложение. На вишневых ветках уже есть цветочки. На вишневых ветках. Вишневых ветках уже есть цветочки. Мы написали с вами весь текст диктанта. И сейчас выполним грамматическое задание. Первое грамматическое задание нужно найти в тексте слова, которые отвечают на вопрос какой, какая, какое, какие. Эта часть речи называется прилагательная. Давайте найдем такие слова. Колючий снег. Снег какой? Колючий. Подчеркиваем с вами слово колючий волнистой линией. Это слово обозначает признак слова снег. Снег какой? Колючий. Напишем словосочетание, обозначим словосочетание. Слово снег здесь будет главное. Ставим над ним значок главности. Вот такой крестик. И от слова снег к слову колючий задаем вопрос. Снег какой? Колючий. Работаем дальше. Читаем следующее предложение. А у нас на окне целый сад. Что сад? Сад какой? Целый. Слово целый является прилагательным. Сад какой? Мы обозначили с вами словосочетание. Сад целый. На ветках тополя и березки распустились сережки. В данном предложении имени прилагательного нет. На ветках липы показались зеленые листочки. Что? Листочки. Листочки какие? Зеленые. Посмотрите, как я поставила стрелочку. И пишем вопрос. Какие? Зеленые. Листочки зеленые. Это словосочетание. С окна повеяло весною. На вишневых ветках уже есть цветочки. На чем? На ветках. Ветках каких? Вишневых. Слово вишневых. Это прилагательное. Подчеркиваем волнистой линией. И здесь еще слово зеленое. Тоже волнистой линией. Мы нашли с вами имена прилагательные. Прилагательное. Это часть речи, которая обозначает признак предмета. И отвечает на вопрос. Какой, какая, какое и какие. Следующее задание. Нужно найти в тексте слова с безударным гласным, которые можно проверить ударением. Например, на улице холодно. Например, слово холодно. Мы можем проверить букву О. Выпишем это слово. Холодно. Ударение падает на О. Безударный гласный в корне О. Как проверим? Подберем родственное слово так, чтобы безударный стал ударный. Какой? Холодный. Ударение падает на О. Четко слышится, что О. Холодный. Еще одно слово выпишем. А у нас на окне целый сад. Ну, например, слово окне. Напишем вместе с предлогом. Предлог возьмем в скобочки. На окне. Ударение падает на Е. Безударный гласный О. Что мы сделаем? Мы изменим форму слова так, чтобы безударный стал ударным. Окна. Окна. Орфограмма в корне слова. Следующее задание. Нам нужно выписать слова с парными согласными, которые можно проверить. Например, слово березки. Проверочное слово береза. Пишем березки. Парные согласные в середине слова с. Проверочное слово береза. Береза. Корень берез. Берез. Мы. Что сделали? Подобрали однокоренное слово так, чтобы после согласного стоял гласный. Далее. Сережки. Сережки. Парные согласные с ж. Как проверим слово? Подберем однокоренное слово. Сережечка. Сережечка. Чтобы после согласной стоял гласный. Корень сереж. Сереж. Следующее грамматическое задание. Нам нужно на ветках тополя и березки распустились сережки найти грамматическую основу. Подумаем о чем говорится в этом предложении. Говорится о том, что сережки распустились. Сережки распустились. Задаем вопрос. Что сережки? Это подлежащая. Подчеркиваем одной чертой. Выражена существительным. Часть речи. Сережки что сделали? Распустились. Подчеркиваем двумя чертами. Часть речи. Глагол. Сережки распустились. Это грамматическая основа. Сегодня мы с вами написали текст диктанта и выполнили грамматическое задание. Нашли словосочетания с прилагательными. Выделили их. Нашли грамматическую основу в предложении. Выписали слова с безударными гласными, которые можно проверить ударением. И парные согласные в корне слова. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Делитесь этими роликами в социальных сетях и группах. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok